Поселок Буланаша, точнее та любовь, которую к своему населенному пункту испытывают его жители, яркий пример патриотизма, пусть и местного. Однако не все радужно в жизни поселка. Существующая угроза подтопления давно беспокоит буланашцев, вызывает их недовольство работой местных властей. Новый председатель буланашского ТОМС Людмила Вандышева поделилась актуальной информацией по этому вопросу. По распоряжению в Рио губернатора Свердловской области в субботу состоялось выездное заседание представителей Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, администрации Артемовского городского округа и территориального органа местного самоуправления. Поселка Буланаш, мы выезжали непосредственно на шахтный водоотлив, общались с сотрудником обуви в жилком строя. Выезжали и проверяли факт подтопления частных жилых домов на территории населенного пункта. Выезжали на три дома, расположенных в северной части поселка. Два дома обследовано было в южной части поселка, это микрорайон 1-2. И я хочу сказать, что комиссия установлена, что факт подтопления частных жилых домов не подтвержден. То есть не подтвержден факт подтопления, как грунтовыми водами отсутствует вода в смотровых ямах, в подвалах жилых помещений, в овощных ямах отсутствует вода. Значит, еще информация была предоставлена от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Приезжал заместитель министра Тюменцев Вячеслав Яковлевич. И, значит, хотелось было озвучить такую информацию. То есть в настоящее время в правительстве Свердловской области готовится нормативный документ, который определит порядок действия при, значит, подтоплении территории населенных пунктов. В соответствии с этим документом администрации местного самоуправления необходимо будет при наличии фактов подтопления жилых домов в населенном пункте определить границы подтопления, так называемые, определить зону подтопления. Соответственно, значит, данные, все, что находится за территорией зоны подтопления, попадает в подтопленные территории, значит, проживающее население будет переселено. То есть, поэтому необходимо органам местного самоуправления как можно более точно получить данную информацию о наличии действительно фактов подтопления для того, чтобы и осуществить уже реагирование по данным фактам. То есть в настоящее время на территории населенного пункта поселка Буланаш, да, есть, значит, на территории, где проводится, обычно проводился мотокросс в сторону шахты 4, там существуют уже, значит, водоемы, которые действительно образовались, ввиду того, что был уровень откачиваемой воды, теперь изменился по сравнению с предыдущими годами. Но эти озера находятся в более-менее стабильном состоянии, то есть за уровнем следить. Безусловно, и Министерство природных ресурсов, и местная администрация будут следить за входом развития событий. То есть производится мониторинг в скважинах существующих. В обязательном порядке будет осуществляться мероприятие, определенное протоколом совещания Министерства природных ресурсов. Которое состоялось в конце июля этого года. То есть там было определено, что, значит, в 2017 году до 30 сентября будет произведен монтаж насоса третьего на шахтном водоотливе отечественного производства СВ. В настоящий момент работают два насоса. То есть будет осуществлен монтаж третьего насоса. Будут осуществлены мероприятия в 2018 году по проектированию дренажных узлов на территории поселка, дренажных скважин, так называемых. И там также определены этим протоколом сроки проведения данных мероприятий. То есть поэтому хотелось бы обратить внимание, значит, и прессы, и населения на то, что факты подтопления, если они существуют действительно, частных жилых домов, они имеют огромное значение. То есть если это действительно касается подтопления, скажем, шахтной водой, а не грунтовыми водами. То есть в соответствии с тем, что в этот летний сезон очень ситуация напряженная с осадками. Очень получилось, что подъем воды в водоемах превышает аналогичные нормы по предыдущим годам. Соответственно, у нас даже на территории города есть участки, которые прилегают к рекам, являются тоже подтопленными, скажем так. То есть необходимо четко определить, то есть либо это подтопление грунтовыми водами, которые всегда были и никогда не исключались, либо это действительно уже какие-то глобальные изменения. Поэтому еще раз подчеркну, что в любом случае и администрация местного самоуправления будет мониторить эту ситуацию и всегда быть в курсе событий. И правительство Средневосковской области тоже держит на контроле эту ситуацию. Вроде бы хорошие новости, однако вызывает недоумение тот факт, что участие в проверке не принял известный общественник, руководитель экологического совета ТОС поселка Буланаш Виктор Юрьев. По уже сложившейся в нашем муниципалитете недоброй традиции, он был попросту заблаговременно не предупрежден, а также не владел информацией о том, насколько важные и высокие гости прибыли разбираться в ситуации.